Привет всем подписчикам канала Хоккей и Спорт 24! Меня зовут Дима Яркалов и здесь мы обсуждаем чемпионат мира по хоккею. Но если ты не подписан наш канал, то жми колокольчик, ставь лайк, ты знаешь что делать. Ну и конечно привет Канада! Встретимся уже в четвертьфинале. Зачем вообще был нужен этот матч Россия и Беларусья? Понять трудно. Наши соседи со своими ленивыми и безразличными натурализованными легионерами и тренером, который только и делал, что он на них жаловался, давно все шансы потеряли. Тогда как сборная России место в ПВО себе обеспечила накануне. Ну а первые мы были бы или вторые в сущности понты. Но регламент есть регламент. Сыграть нужно было, не бойкотировать же как спонсоры чемпионата мира в Минске. Но то ли дело завязка в другой группе. Там на два места плыва противовали три команды и латыши с немцами могли сыграть вполне легальный договорняк и выконать канадцев на пляж. Впервые за всю их историю. Пока в параллельной группе латыши с немцами решали за весь мировой хоккей, остались ли в нем честь, честность и чистая игра, сборная России наглядно демонстрировала, почему ее оборону на этом турнире называют сильнейшей, возможно и сильнейшей в истории всего российского хоккея. Это только на слух шесть инхайловцев мало что значит. На деле это действительно шесть крутых защитников, которые и показали, что умеют не только обороняться, но и разрывать Беларусь практически в одиночку. Чего столько стоит гол Нестерова, который открылся под передачей Тарасенко, как бывал нападающий. У Нестерова дубль, у Гаврикова передача и у Задорова бросок, который превратил в гол Шаунов, тот самый изголодавшийся по шайбам Максим Шаунов. Защитники сборной России доминировали над белорусами и поучаствовали в четырех из шести шайб. Отгрузив сборной Беларуси пять шайб за стартовые 20 минут сборная России установила рекорд. Так много за один период мы с соседями не забивали на шлях мира никогда. Ну и конечно наклевывался абсолютный рекорд. Добавь к этим пяти шайбам еще три, было бы самое крупное поражение белорусов от россиян. Но два оставшихся периода было смотреть решительно невозможно. Сборная России играла на пониженных скоростях и в экономорежиме. Тут будет выпустить Бобровского, но он до сих пор не в заявке сборной России. Так и порвалась рука переключить на матч Латвия-Германия. А там случилось настоящее букмекерское чудо. Несмотря на то, что некоторые конторы отказывались принимать ставки на этот матч, латыши с немцами не смогли сыграть банальный договорняк. И не знаешь кого в этом винить больше. Немцев, которые стартовали слишком рьяно забросив две быстрые шайбы или латышей, которые при своих болельщиках, которые пустили к аккурат к этому матчу, главному матчу турнира, не дотянули даже до овертайма и проявили абсолютную гипотенцию в атаке. Зато Бобу Хантли теперь наверняка сыпятся поздравительные смс и благодарственные телеграммы. Он отправил свою Канаду на Россию. Четверфинал с Канадой это всегда громкая вывеска, павостные речи, давние счеты, эмоции, возможно кровь. А еще в последнее время поражение сборной России. Чего только стоит тот самый Ванкувер с его ночным позором. Но зачем заглядывать так далеко? Да и многие, кто играл на Олимпиаде 2010 года, уже с хоккеем покончили куда свежее чемпионат мира в Копенгагене 2018 года. Тогда сборная России Канаду вперед пропустила. Но что это было за Канада с Синдзиштом, Хопкинсом, Макдейдом, Арайли и многими-многими-многими. Кто в звездах у этой Канады, вы эти фамилии вряд ли знаете. Лучший бомбардир кленовых Коннор Браун даже в своей Аталии игрок далеко не номер один. Россия вроде бы фаворит. У России есть Тарасенко, Орлов, Проворов, будет Бобровский. Что же у Канады? Поражение от финнов, латышей и бог знает кого еще. Но на то и созданы матчи России и Канады, что они проходят как бы в вакууме. Никаких раскладов, бэкграундов, прогнозов больше не существует. В целом, конечно, такой матч, который уже так сразу же превратился, по сути, в тренировку просто вот с некоторым таким дополнительным антуражем. Сложно мне залезть в головы, но я надеюсь, я надеюсь, что недооценки никакой не должно возникать, потому что, да, Канада тут висела на волоске, и если бы Латвия и Германия все-таки сыграли в ничью, как многие, между прочим, так думали, да, потому что это всех устраивало, Канада бы поехала домой. Но при этом все-таки, как мне кажется, если смотреть, как Канада играла первые матчи турнира и как она уже, допустим, заканчивала групповой этап, это все равно несколько разные команды. То есть они и как-то, видимо, уже сыгрались между собой и почувствовали эту большую площадку, форму в конце концов набрали. В общем, в конце группового этапа это была уже такая вполне себе боеспособная команда, и в плей-офф и нам, я думаю, будет непросто с ними. И кто бы не вышел другой, например, на канадцев, там нельзя было бы считать фаворитом соперника Канады. Поэтому я надеюсь, что наши парни тоже все-таки за этим как-то так следили, может быть, какие-то матчи смотрели. И должны они понимать, что сейчас мы с довольно серьезным соперником будем встречаться, а не с тем, который этот турнир начинал. Так что я надеюсь, здесь ни о какой недооценке речи не пойдет. Думаю, что все-таки будет играть Сергей Бобровский. Да, Александр Самонов провел хорошо групповой этап. Там только в матче против сборной Чехии, наверное, какие-то вопросы по первой пропущенной шайбе, может быть, еще по каким-то можно к Самонову предъявлять. Но в целом все-таки первый матч человек сыграл на чемпионате мира. Да, наверное, он не очень получился. Дальше Самонов играл хорошо. Но, несмотря на это, я думаю, что будет играть Сергей Бобровский просто потому, что это Сергей Бобровский. Просто потому, что это человек с опытом. Это человек, который выигрывал чемпионат мира в составе сборной России в 2014 году, который выигрывал визина трофе. Ну, тут я, может, дальше не буду перечислять все заслуги Сергея. И как бы он, может быть, неудачно для себя не проводил последние сезоны во Флориде, я не думаю, что это уж вот прям уж совсем превратило его в вратаря, который не способен ловить шайбы. Если вот возвращаться к сегодняшнему матчу, мне не понравилось, что мы вообще не сумели забить ничего в большинстве. Да, понятно, там 5-0, да, понятно, там уже не на максимум мы включались, но все-таки вот у нас впервые вышли на лед в большинстве Тарасенко и Орлов. Понятно, что если мы будем получать большинство в матче против канадцев, ну, значит, они же и будут выходить. И против белорусов они не сумели забить ни одной шайбы в большинстве. И вряд ли с Канадой будет легче. Поэтому у нас вроде бы так... Ну, не вроде бы, у нас, в общем-то, работало большинство, и мы создавали моменты, даже если не забивали в большинстве вот в первой половине группового этапа. Потом, ну, как-то так вот получилось, что со шведами большинства мы вообще не получили, а с белорусами у нас его вроде бы было достаточно, но оно какое-то такое немножко беззубое получилось. И поэтому мне очень понятно вообще, а что у нас тогда с большинством-то вот на плей-офф? Оно в каком вообще состоянии? Это в рабочем или не в рабочем? Вот, это не то чтобы слабая сторона, но это момент, по которому есть вопросы. Что касается сильных сторон, ну, мне кажется, здесь это все-таки наш состав. И мы от матча к матчу идем и видим, что то один, то другой игрок может взять на себя лидерские функции. Никита, к тебе будет вопрос. В первом периоде была сделана игра «Твой дубль». Мощнейшая сегодня с твоей стороны игра. Пожалуйста, прокомментируй ее. Ну и, конечно, следующий матч четвертьфинальный с командой Канады. Какие мысли у тебя? Спасибо. Ну и Миша, в принципе, если у него есть желание, тоже по Канаде может сказать. Спасибо. Партнеры помогли, хорошо забили в первом периоде. Сделали игру и, в принципе, расслабились, наверное. Комфортно играли и просто готовились к четвертьфиналу. Продолжу тему Канады. Вот так классно пройти групповой этап, занять первое место и получить Канаду в четвертьфинале. Это что, это ирония судьбы такая или такая гримаса судьбы? Как это назвать? Да нет, просто все команды боролись за выход из группы. Так получилось, что канадцы первых пару игр проиграли. Я думаю, здесь роль не играет с кем играть в четвертьфинале, матч на вылет. У нас задача играть чемпионат мира, поэтому нужно обыгрывать всех сильнейших. Если можно еще по сегодняшнему матчу спрошу, матч, в принципе, ничего особо для нас не решал. В первом периоде 5-0, все ясно. Доигрывать еще два периода было несложно, но чисто чтобы не расслабиться и травмы не получили, потому что не расслабиться, наверное, уже трудно было. Ну, наверное, психологически, конечно, трудно. Когда счет уже 5-0, в принципе, все, наверное, понимают, что игра сделана. Старались, старались играть правильно, старались создавать моменты, но нужно отдать должное белорусам. Тоже они не сдались. Тоже ребята старались, сыграли. Хорошо, что сыграли на ноль. С ОМОНову помогли очень здорово. Поздравляю вас с победой. Вопросы к Мише и к Никите. Сегодня впервые болельщикам разрешили прийти на чемпионат мира. Конечно, вопрос к организаторам, почему так получилось, но на вашем матче был только один болельщик. Это уникальная ситуация. Он пришел. Андрей из Риги. Вы можете ему сказать какие-то теплые слова, чтобы ему было приятно. Он 110 евро заплатил. И нам всем. Потому что, наконец-то, болельщики начали ходить. Андрею, большое спасибо за поддержку. Мы чувствовали его поддержку, так что спасибо большое. Вопрос к Михаилу. Вы играли в юности в Лиге Кейбека. Вы можете рассказать о канадском менталитете? Канадцы здесь проиграли четыре матча из семи. Все говорят, что это мертвая сборная. Но вы подтверждите, что они будут готовы биться в любом составе. Как у них вообще настрой будет на этот матч? Ну, я думаю, во-первых, Канада есть Канада. Во-вторых, это четвертьфинал. Опять же, я думаю, здесь все команды, которые сейчас вышли из группы, у каждых одна задача – выиграть. Поэтому, я думаю, все оставшиеся игры будут на вылет и идти кость в кость. Поэтому настраиваемся на такую хоккейную войну. Что вы говорили команде в первом перерыве в раздевалке? Ну, не терять концентрацию, да, играть. Самое главное – правильно играть и готовиться по-офф. То есть, по факту, игра была закончена? Ну, почему 40 минут? Я еще раз говорю, шла подготовка к плей-оффу, поэтому полная концентрация должна быть. И самое главное – правильно играть. Интересно, как вы выбирали состав на матч? Почему Карнаухов сейчас не играл? Потому что он из Минска, ему обидно забивать белорусов? Или как вы сейчас выбирали состав? Нет, дали просто отдохнуть. Поэтому посмотрели Шлунова, Галимова посмотрели. Дали отдохнуть, Паша. Валерий Николаевич, с победой вас. У меня такой будет вопрос, может быть, немножко не по сборной России, а такой общий. Но вот вам в целом не жалко ли сборную Беларуси, да? Ну, откровенно, сегодня команда просто бездельничает, катается непонятно, чем занимается на льду, с кучей непонятных этих легионеров. Плетами, Паретом, Принцами и так далее. В сборной которой раньше тренировали ваш там коллега Владимир Васильевич Крикунов, сейчас там Воробьев, Кравец работают. Вам вот самому как бы не обидно, что команда вот так вот беспомощно выглядит. В принципе, обыграли шведов, а потом почему-то бросили играть и ничего не делали на этом чемпионате мира. Спасибо. Ну, это вопрос не по адресу, поэтому тут никаких комментариев я не могу дать. Подмените, пожалуйста, итог все-таки группового турнира. С одной стороны, уверенное первое место, с другой стороны, я не так понимаю, что творческий поиск по связкам до сих пор продолжается еще. Или он закончен, может быть, скажете? Ну, уже все практически определено, и поэтому с Канадой, я думаю, пойдет боевой состав. Я уже спрашиваю игроков, но это важная тема, единение команды и болельщиков. Впервые болельщиков запустили на трибуны с этого дня. Один болельщик пришел только на матч, это по вине организаторов. Его зовут Андрей из Риги, я с ним разговаривал, он говорит, что фанат Брагина, то есть ему нравится сборная России, он потратил 110 евро. Вы можете ему сказать какие-то теплые слова? Это приятно. Будет ему лично. Он единственный болельщик был на этом матче. Ну, конечно. Большое спасибо ему, очень приятно. Мы надеемся, против Канады намного больше будет наших болельщиков. Надеемся на их поддержку и будем стараться хорошо играть. И вторая часть вопроса, то, что четвертьфинал России и Канады, вы сами чувствуете, насколько это будет большой телевизионный рейтинг в России, насколько это особенный матч, насколько это яркая фиша, сколько у вас было таких матчей на молодежном уровне. Что это для вас значит? Ну, это всегда. Россия и Канада всегда вывеска. И поэтому хороший такой ажиотаж. Поэтому, я думаю, хороший матч будет. Вы Самонова нахваливаете. Сегодня опять матч на ноль, а впереди-то уже надо думать. Может быть, что-то вы уже надумали, там, понятно, по Сереже Бобровскому. Какие у вас мысли? Спасибо. Да нет, сейчас еще тренировочный процесс, он начал тренироваться, поэтому тренер Ротаренко нам постоянно говорит, что в хорошем состоянии. Поэтому сейчас, я еще раз говорю, будем думать очень серьезно. Удавалось ли следить за этой командой, потому что соперник был до самого конца неизвестен и трудно было это предсказать. Или будете вот за эти отсавшиеся два дня как-то ее изучать, чтобы подготовиться? Не, ну мы, я лично и тренерский штаб следил за чемпионатом, смотрели игры, тем более из той группы соперников, я имею в виду ведущие сборной, и Канаду смотрели очень часто. Поэтому очень скоростная и играющая команда, все будет непросто. Поэтому сейчас разберемся, подготовим и идем в бой. Сегодня главная тема, которая вообще обсуждалась в СМИ в течение дня, ровно до начала вечерних матчей, это что если бы Германия и Латвия играли, сыграли договорной матч, ну сыграли бы в ничью в основное время, то они в днем бы вышли в плей-офф и все были бы счастливы, а Канада бы вылетела. Вы вообще помните на своей памяти, чтобы в хоккей игрались какие-то такие матчи, и в курсе ли вы были этой ситуации, что если вот Латвия и Германия играют в основное время в ничью, то они в днем выходят в плей-офф? Вы знали про это? И слышали какие-то такие истории похожие? Нет, это я знал, все обсуждалось это, но это я очень рад, что все это только обсуждалось, поэтому я всегда за честный спортивный принцип. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА